в длину и в ширину километра, ну огромная, прям очень большая, как влаги, наверное. И там вообще флэт. А в городе есть еще одна большая лагуна, там чоп. Но под разные направления, бывает флэт, бывает чоп, есть коса вот внутри лагуны. И нет волн, поэтому вот этот, наверное... Ну, многие считают, что Вьетнам — это волны. Я наслышал, я посмотрел. Ну, слушай, у нас, как в прошлые, там, предыдущие годы, у нас же есть Ясинская переправа, которая тоже самая в акватории. Там шикарно, да. Ты думаешь, ну и смысл. То есть с наступления сентября ждешь с удовольствием уже снега. Здесь, конечно, прошлый год всех подвелка. Не было снега, да. А в позапрошлом, ну, тоже было со снегом плохо. А потом с ветром было плохо. Снег пришел в январе, в феврале, а ветра было мало. Понятно, что сочетание работы и свободного времени находить. Мы в этом году в Москве откатали. Ну и, слушай, у нас 10 или 12 выездов. Да. Мы 23 февраля на сене же справляли. 8 марта мы катались на сене. Причем катались, у меня девочки на 4-метровых кайтах катались. Дуло так, что мама не горюет. И приехали в Кировск, когда там снега по третий этаж. С угробы, представляешь? И дует еще, пусть дорога, наш день, да? Конечно, конечно. Ну как, понимаешь, там вот такие места... Не, не холодно. То есть мы приезжали, было там минус 2, минус 5 уже. Чем хорошо? Ну ты видел же на веках фотографии, Катюш, выкладывал. Ну конечно, да, да, видел. Там красиво, да. Там красиво, и там есть места, где ты хочешь на слабом ведро кататься. Захотел на сене. Так, народ потихонечку собирается. Да, а где список людей, которые собираются? Ну, а в частности... Яков, кто такой? Далее знаю. Потому что чем плохо здесь Zoom, я первые дни, разы делал без регистрации. Даже сюда заходит спам. Это жопа какая. Я тут первый раз не мог минут 5 мат отключить, кто-то засунул. То есть вместо своего видеоизображения кто-то делает там, ну грубо говоря, там Путина или еще кого-то, к которому материться. И вот ты сидишь все без остановки, мы не можешь остановить. Так. Восемь человек. Где остальные? Ну, у меня написано 4. Раз, 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 слышно? Слышно, слышно. Я слышу. Отлично. Меня зовут Яков, я из города Саратов. Андрей, выключи микрофон. Счастливый обладатель приятного загара трубы. У вас там тепло уже в Саратове? В Саратове? Да. Ну вот сегодня в данный момент тепло. Погода, температура 20 градусов. Но сегодня не дует. Здорово, смотри. Но температура 20 градусов. Несколько дней назад была гроза. Вот, было холодно. Ну, так вообще, не сказать, что тепло. Здравствуйте, здравствуйте. Вот. Подписана группу, вот, Кать, на ура. Смотрю Андрея Сальника. Так, в теории, как бы, со всеми знаком. На практике незнаком. Катаюсь, если про себя немного расскажу. Катаюсь второй сезон. Первый сезон нельзя сказать, что я там катался. Я больше падал. И вылетал на берег. Вот. Потом зимой на сноукайтинг встал. Хорошо все получалось. Потому что, катаясь на сноуборде, зимой проблем не возникло. Катался прям очень хорошо. И вот сейчас вот летом, ну, как весна началась, как только позволило кататься в мокром гидрике, как он называется, с открытой порой, который для охотников. Такой с мылом, который одеваешься. Вот. Как только температура стала... Сколько? Катеря специально создает волну. И у нас никто еще, короче, не катались, потому что холодно. О, у меня супруга пришла. Она не знает. Сейчас сил супруги подойдут, мы поменяемся просто местами и будем между собой общаться, вытесним вас потихоньку. Раз, так вот, на, появился. Где Катя, Андрей? Ну, в общем, это... Алла, я по зубу разговариваю. Вот. Ну, в общем, короче, второй год каталки. Сейчас вот, ну, уверенно катаюсь, вырезаюсь, прыгаю, маленькие прыжки делаю. Даже последний раз он на видео смотрел по видео, прям метра три-четыре стабильно прыгаю. Вот. На слабом ветре. Ну, так, Катя, лучше. Не, это за два сезона, да? За два сезона хороший прогресс. Да, за два года прыгать на четыре метра, это вот так круто. Потому что я катаюсь уже четыре года, или уже пять даже, и прыгаю на два с половиной метра по ушке. Ну, может, если я в ушку поставить, может, у меня тоже окажется, что я на полтора метра прыгаю. Ну, по видео, то есть, прям, хорошие такие прыжки. Конечно, до стиля там какого-то далеко, то, что там, ножку выпрями, там, не знаю, такого, конечно, нету, но стабильные такие прыжки. Андрей, а вот такой к тебе вопрос. Мы недавно рассуждали, сколько нужно часов, ну, знаешь, теория про 10 тысяч часов, да, чтобы развить мастерство в какой-то области, надо потратить 10 тысяч часов. Вот, как ты читаешь, какая вот эта условность, да, чтобы был нормальный средний уровень, прыгать до 10 метров, стиль, чтобы был, на твой взгляд, сколько часов или сколько прыжков нужно сделать? Понятно, что это очень индивидуально. Ну, какую-то вилку вот. Нет, Арсан, тут не в читах дело. Ты каждый день ставь себе цель. Не выходи просто так кататься, а с задачей, да, сделать какой-нибудь трюк. Или там прыгнуть столько-то. То есть в ушку поставил, сделал серию. Да, и давай вперед. Каждый день новый трюк прибавляется или плюс сколько? Я так не делаю, но я посчитал вот по вушке, у меня получилось, надо было прыгнуть 5 тысяч раз, чтобы я более-менее почувствовал себя вот, ну, вот уверен. У меня там количество, пока... Он уже доску снимает. За три года там, да, сколько я прыгнул. Вот 5 тысяч раз я, вот у меня получилось. Это вот так себе. Не про это. Ты знаешь, вот сейчас ребятам, кто тренируется прыгать, всем советую резко переводить кайт назад, ну, обычный прыжок с переводом кайта. И все. То есть у человека, чем резче он переводит кайт назад и вперед, метра на 3-4 сразу получаются прыжки. У меня Андрюха по бибитокену в Египте прыгать. Первые прыжки, он мне включил бибитокен и как раз говорил, закидывай. Ну, понятно, но все равно нужно время, чтобы вот эти все элементы сложились и получились максимально качественно. И вот сколько на это надо времени, это такой вопрос, понятно, риторический, да, но мне кажется, есть какая-то вилка. Все равно ты профессионально, понимаешь, как у тебя будет, грубо говоря, твоя комплекция, как у тебя все это синхронизируется скайпом, с доскою. Вот смотри, у Виталика Альбинского классная аватарка, вот я Лильке говорю, что ей надо 3 тысячи раз прыгнуть, чтобы вот так... Да не надо 3 тысячи раз. Надо просто при прыжке ногу переднюю вытягивать. Все. Будет такая аватарка. С первого раза, да? Ну, со второго. Там не получится щеки не сдувать, чтобы не были. Так. Потому что однозначно на фотографии будут такие, с прямой ногой. Слушай, ну завтра что? Завтра буду с берега требовать от нее вот так... Что? 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 Кто пропал? А когда именно вот конференция? Сейчас уже должна начаться. Слушай, ну мы ждем, сейчас Андрей там разберется. Ага. Ну супер. Я рассказываю, что у нас по четвергам... Ясер, правильно же? Яков, извини, пожалуйста. У нас много народу. Вот. Мы по четвергам проводим экстремальные четверги. Раньше это было у нас в московском баре, когда мы вечером собирались. А сейчас, так как мы сидим в Москве в изоляции, вон сальник сидит в Египте в изоляции, на Маврикии ребята сидят тоже в изоляции, им даже кататься не дают. Вот. Решили все-таки так, чтобы не скучно было, и заодно все-таки какое-то развитие теоретическое. Потому что тот же самый сейчас вот Андрей зайдет, просто он сегодня попросил пораньше. Обычно мы 8 часов начинаем. Я говорю, обычно это вот, ты сальника же смотрел, да, его какая-то фишка. Но вживую пообщаться, задать вопросы, это же всегда интереснее. Да, Андрей мой тренер. Он меня тренировал, и именно Андрей Сальник меня поставил на кайф. У меня такой большой, ну, да, на госком, хороший такой опыт. И мы с ним доучились до того, что он мне начал объяснять, как прыгать. Вот дальше мы уже разъехались, и пока не встречались, как встретимся, я думаю, продолжим обучение. Фотографию мы ваши видели с сальником. Тут же выложили сразу. Тут же. Это же было давно, давно уже, 4 года назад. 3, 3, наверное. 3 года, наверное. 3, да. Я тут параллельно просто посмотрю, кто у нас заходит, потому что двойную регистрацию поставил по проверке, чтобы люди видели. Такой вопрос можно задать? Такой вопрос можно задать? Задавай, задавай. Какой все-таки ветер минимальный? Чтоб можно было выходить на воду и трамваить. Вот если брать любую размер кайтов, то есть там 3, 12, 13, 14, потому что у меня получается так, что вот 12-й кайт, где-то если метров, Блэйдски не бой. 5,5 метров. 5,5 метров. Можно увеличивать же размером. Но насколько целесообразно? Нет. Если волна, прибавляй еще полметра и один метр. То есть на двенашке в 6 метров ты спокойно катаешься, когда у тебя ровная вода или чоп небольшой, но как тут появляется волна, прибавляй еще один метр, чтобы комфортно кататься. А минимальный ветер, сейчас мы с гидрофойлами, ну 2 метра выходим, катаемся. Ну нет, если брать как бы... Вот у меня доска... Сколько у меня доска? 141? У меня 139 доска, вот. А, 139-я. И вот, насколько изменит ситуацию, если доска будет, например, 150? А, ну бери сразу 160, то есть 170. То есть прям... Просто если ты хочешь... Ну дверь, конечно. Ну нет, ну изменит. Вон у меня 145-я, я на ней только слабый ветер катаюсь, вот как ты хочешь. А если ветер лучше 5-7, я уже 138-ю беру. Арслан, ты все-таки легкий. Ты сейчас сколько вес еще? 65. Вот-вот. Я вешал 72. Поэтому 160-я на слабый ветер. И кота-то все равно, если ты хочешь кататься, все-таки на 17-шку надувастик. 17-е, 18-е надувные кайты. Потому что вот... Ну недорогие. Это Aeros, допустим. Cruiser SR. Вот в прошлом году мне понравилось. И ты от 3,5... Ну от 4 метров, 4,5 по волнам ты уже катаешься. Угу. То есть, короче, вот куда-то к границе 4,5 метра можно подобраться с большим кайтом. А как эту доску проводить в другие страны, вопрос. 170. Она не зайдет нигде по габаритам и будет дополнительная оплата багажа. Каждый раз. Я не могу ничего сказать. Я не возьму. Чего-чего пропустил? Я говорю, что, на мой взгляд, сложно будет возить кайтборд размером 100 силий, там, как ты говоришь. Потому что он уже будет негабаритный, слишком большой. И придется оплачивать дополнительно. Слушай, ну это... Кому нужно, если он будет кататься у себя, это да. Если куда-то ехать, есть на слабый ветер разборные кайтборды. Ну вот Нобель, да. Огонь. Тема для поездок дальних. У них есть большие. 150-й, по-моему, у них самый большой, да? Нет, там еще большие есть. Понимаешь, это критично. Я говорю сейчас, народ с приходом гидрофойлов, большие доски так вот... То есть у меня осталось движение. Гидрофойл – это огонь решения. Вот такая тема. Вон, каждый день люди катаются. Даже когда ветра нет, он выходит сам, немножко поддул и поехал. У нас, я говорю, у нас сейчас с приходом гидрофойлов пошли как раз еще парафойлы. Так, вон Андрей на входе. Вот, поэтому гидрофойл в слабый ветер стартует. Ты можешь кататься. Счастье полные штаны. Андрюш, ну должно ты уже в чате, в видео. Сейчас звук подключится. У нас сейчас с гидрофоном, понимаешь, какая штука? Значит, народ начинает на них кататься через три часа уже. Вполне себе комфортно. А разворачиваешь? А это зависит от твоей координации, как ты баланс держишь. То есть, парень у меня через четыре часа начал уже кататься на шестьдесятой ноге и нормально разворачивался. То есть, спокойно. Андрюш, ну чего, получается? Не слышно. Не слышно. Ну, сейчас он у меня... Это же Египет. Это там в Египте просто интернет египетский. Он русским не дается. Есть такое дело, да. Андрей, если ты слышишь, сальник, может быть, там где-то ты микрофон не включил? Не знаю, насколько целесообразно давать советы, сколько ты в зуме. Не, у него все стоит. Так? Ага. Привет. Написано пытаюсь включить макрофон. Присыл. Ну все, да. Сейчас. Он тоже... Никак работу не доработал, Андрей. В этот раз, ну, очень рано. Тут еще кипит, короче, процесс вовсю прям. Андрей, если ты нас слышишь по машинам, вот так. Сейчас, сейчас. Включается. Я тоже не сразу включился. Что-то там поговорял, понажимал, включился. Если с ноутбука, Андрей, то в левом нижнем углу, там, смотри, где-то кнопки должны быть, там, звук включить. И там... Я вам сейчас внимание поставил. Вот. Сейчас мы выключим и включим звук. Зато мы его уже видим. Да, сейчас со звуком разберется. Да и так хорошо. А может, иди, ставить в разъем? Через наушники? Через петличку. Так, во, Андрюш, теперь звук появился, что он выключен. Пробуй, пробуй. Пробуй. Ну, как, Андрюш, ничего не говори. Выключен микрофон, пишешь. Внизу выключен микрофон. Угу. Так. Ну, как, иди уже. Значок микрофон выключен. Раз, два, три. Раз, два, три. О, Андрей! Эй! Эй! Я не знаю, нафига вы этой штукой пользуетесь. Она же неудобная. Тут какие-то микрофоны. Полная хрень, я тоже подтверждаю. Вот это, блин. Я вообще староверский дед-бородет. Сейчас звук из Египта дойдет. Андрюха, попробуй через телефон зайти. Как ты вчера выходил. Не получится? Ну, вроде хорошо же слышно. Я вас слышу хорошо. И мне кажется, что вам тоже должно быть слышать хорошо. Потому что я вижу, нормальная картинка. Ничего не понимаю. Блин, какие-то ужасные сложности с этим зумом. Вообще. Я, наверное, еще не готов ко всем этим приключениям. В онлайн. Андрей Наробин решил всех, значит, нас сделать молодыми. Потому что мы тоже первый раз открыли зум. Вообще первый раз в своей жизни. Поэтому, Андрюха, ты нас всех омолодишь новыми программами. Давайте становиться молодее и молодее с каждым годом. Короче, я не знаю, вам видно вот там в отражении? Да, 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 видно. Я уже как разгибалю всю эту тему. Да, короче, на бассейне тысяча миллионов людей арабских. У них что-то типа первомайских праздников. Страна не работает. Типа закончился Рамадан. И все давай гулять. Прям все-все штуки закрыли, кроме супермаркетов и аптек. И мне кажется, только усугубили этим ситуацию. Ну, короче. Я ржу. Мне на самом деле пофиг. Но ржачно, что все-таки прятались по домам, прятались. Типа, не-не-не, не выходите. Сейчас вот. Никакой социальной дистанции. Мы во Вьетнаме. У нас закончился карантин. В принципе, все уже пришло к нормальной жизни. Круто. Ну, они очень ответственные. Они по домам сидели весь мир. На улице было как в кино. Всех в масках ходили. Был такой апокалипсис. Но сейчас опять много людей. Ну, то есть они действительно серьезно ко всему отнеслись. И везде мерили температуру. И везде всех проверяли. В общем, быстро вышли из ситуации. Ну, да, забавно. Вот наблюдать, как в разных местах это все по-разному выглядит. Прикольно. Андрей, мы еще ждем, да, кого-то? Давайте еще минутку ждем, потому что народ не справляется с этой регистрацией. Потому что... Ну, я тоже. Я говорю, сколько мы уже раз попробовали, я думаю, все, нефиг. Потому что в прошлый раз Евсеев говорит, а что, ну, они там не хотят регистрироваться. Давайте запустим эту штуку. Я говорю, ну, ладно, снял регистрацию. Как пошел мат. Виталий, подтвердил. Это что-то было, потому что, ну... Да, 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 там сурово. Сразу писки в экран поскакали как-то. Да ладно. Что бы я делал, я не ожидал. Я думаю, люди приходят, послушать. Нет. Это Андрюс, ставят мне что-то, твоего изображения, там, какой-то анимационный фильм. Ну, не знаю, на голый жоп, к примеру. И все, и запускают. А пока у тебя микрофон работает, тебя переключить на другого никто не может. И это просто... Я вначале такой, блин, чат перекрывает участников. Не видно, кто это говорит. Потому что, ой, такая... Охренеть, жесть какая. Это, понимаешь, школьники у нас в Москве этим пользуются. Это дети, это там, с родителями. Понимаете, на что дошел прогресс? Поэтому тренируйтесь, это наше будущее, зум. Я вчера прикольный, что в Facebook даже репост сделал. Вместо вот таких групповых совещаний, ну там, зум, любой другой, чуваки заходят в какую-нибудь онлайн-игру. Ну и, в общем-то, персонажами этой онлайн-игры из серии сидят вокруг костра в каком-то дремучем лесу. Все там в виде каких-то... Ну, в доспехах каких-то, в виде каких-то всадников там или прочего. И, в общем-то, так же общаются просто, ну, в таком прикольном... Ну как... С прикольными декорациями. Да, тема огонь. Я даже посмотрел системные требования, которые нужны для этой игры. Ну пиздец, там 8 гигабайт, 150 гигабайт памяти физической там. А-а, нифига. Ну да, да, понятно. Он прочитал и говорит, давай сразу установим, давай искать, мы давай искать. Но у нас ком просто забит видосами, и мы потянем такого. Нет, ну понятно. Там, конечно, все такое системно затратное. Ну просто сама идея забавная, что ты, ну, аватарами можешь общаться. Ну, в общем-то, с этой точки зрения, мне кажется, забавная идея. Да. Как в Матрице. Андрей, расскажи, вы уже катаетесь вроде, да, в Египте? У вас же пляжи уже открылись. Мы офигенно катались в какой-то момент. Тут пляжи официально закрыли. Но вот рядом с плейкайтом на диком пляже, ну, не гоняли военные, а милиции было все равно. Но они ужесточили меры во время Пасхи. Тоже были большие выходные, чтобы все там на пляж не повыпрыгивали. У них традиционно вот там все семьи на пляж едут шашлыки жарить, как у нас с 1 мая. Они пляжи жестко закрыли, прям посадили ментов на все пляжи, перегородили въезды и не пускали нас кататься. А сейчас вот второй раз, ну, ненадолго, обещаю, буквально через пару дней, наверное, закончится. По поводу вторых больших выходных, вот этот Аид, это окончание Рамадана, все то же самое. Сейчас они ужесточили. Но вообще, ну, как бы на станции официально, конечно, нельзя кататься, но многие катались, вот там, запускаясь с диких пляжей каких-то, ну, как-то сквозь пальцы на это смотрели. Нормально. У нас было так же. Все перегорозано и одно место, где... Закрывали глаза, ну да. Мне кажется, вот это нормальный подход, на самом деле. Чего нет? Ну, там, иногда менты проезжали, ну, там, так, подразогнали всех и поехали по своих делах. Нормально. Там ничего криминального не происходило на пляже, там, кто-то с собакой гуляет. Мы там на кайте запускаемся, там, своей компанией. Нормально. Не жескать, как же там. Ну, хорошо, хорошо. Как дует у вас? Расскажите. Просто, кипец, этот сезон супер дульный, там. Как из пушки. Вот там был штиль, может, дней пять. Все остальное время просто без перерыва херачит. От этого еще обиднее, потому что обычно там майские праздники, что-то не дует. Ну, весна так всяк дует. А сейчас просто каждый день и очень сильно. Вот там постоянно на восьмерку. Прям даже, ну, странно. Вот очередной раз утверждаюсь мыслью, что ветер мистическим образом распределяется на количество участников. То есть, когда приезжает максимальное количество народу, на майские, например, ветер такой, у-у-у, и закончился. Как интернет. Все подключились. Он такой раз и подсу. Сейчас никто не катается, и тут просто целыми днями вообще у меня тут пыль летит. Блин, пакеты по Ильгу не летают, собаки летают. Просто жесть какая-то. Я на мотоцикле еду под 45 вот так. У меня голову вот так сносит, шлем сдувает. И я под 45 вот так еду. Вот ребенок под 45 сзади едет, и жена еще вот так путешествует по Египту. Таковая тема, да. Вот так в январе-феврале ты едешь, и тебя сдувают на дороге. Ехать под 45, Андрей. Андрей, а ты когда едешь на мотоцикле, ты вес на заднюю ногу больше переноси. А, да. Я, да, я зарезаю. Чтобы резаться. Я тоже думал, что если еще посильнее подует, мы можем гауссами ехать домой. Ну, пока нормально. 125-ка пробивает. Вот. Ой, блин, короче, я скажу благодарность Андрею Сальникову. Твои видосы на Ютубе – это просто огонь. Я вчера сидел, слушал твое видео онлайн, которое было записано на той же веранде, балкон там. Во. Да, очень хорошо, очень прям полезная информация, она очень помогает. Спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей. И вот у нас, когда групповые там получаются, вот эти кайт сафари уже, их же много было, и кайт кэмпы, и мы после отснятый материал просматриваем, там, в общем-то, реально офигенный результат получается. То есть, одно дело, там, работа на споте, это все понятно, но вот по отснятому материалу тоже очень круто получается, ну, там, видеть нюансы, и даже если не ты сам катаешься, кто-то, блин, ну, вот мы там сидим, группа 20 человек, кто-то прыгает, трюк, ты видишь на его примере, в общем-то, свою ошибку, может, ты там, замечал или в следующий раз заметишь. Реально офигенно получается, и я прям очень хотел вот такие, ну, пробовать онлайн уроки делать, и мне вот так и казалось, что будет офигенно полезно, я рад, что ты оценил, и постараюсь их как-то дальше, ну, там, выкладывать и делать. Мне самому кайф, ну, видеть, как люди такие, да ладно, блин, я там два года неправильно все делал, а тут же совсем все по-другому. Я просто сам с этим сталкивался в тысячу раз, и я же тоже методом проб и ошибок постоянно, мне, ну, не у кого там четко спросить. Ну, когда я тренировался, не у кого было. Даже если спрашиваешь, ну, все отвечают в разнобой абсолютно, то есть, ну, абсолютно полярный раз. И в итоге методом проб и ошибок очень часто я заползал, ну, в неправильную сторону, скажем, ну, развивал технику, да, я там пробую полгода, год, три года я пробую приземлить трюк. Ну, короче, работаю над трюком, а потом оказывается, что три года я вот вообще-вообще не в ту степь делал, и вот упорством не получалось. Потом где-то я на видео, блин, тысячный раз просматривая видео, все-таки вижу вот там какой-то технический нюанс, начинаю делать по-другому, и прям магия, блин, ну, знаешь, вот это состояние, когда ты такой, боже, какой я мудак, зачем я три года. И мне вот хочется дать вот эти готовые штуки, ну, то есть, особенно на новичковом уровне, но это же проще, ну, там, тысячу раз проще, ну, ты там, ты же видишь четко, что человек делает неправильно. И ты такой, человек, не мучайся, ну, ты чё, ну, блин, давай по-другому делать, не надо делать, как ты делаешь. Это, Андрюш, я тоже самое тебе хочу сказать, что вот по твоему видео тогда разбор дартслайда единственный, наверное, вот более-менее внятный, потому что сколько тогда в свое время спрашивали, кто не мог нормально объяснить, как они это делают, если делают, да? А в большей степени там иностранцы, ну, иностранцы иностранный язык какой-то там что-то сказали, и, блин, потом вот что-то посмотрели как раз твой видос, скачали с братом, приехали на переправу, давай делай. Вот он на двенашке, у меня потом это получилось, я сейчас, ребят, тренирую, даже там на слабый ветер 17-ми кайты. Да, это самое главное. Вы немножко маневрены, да, то есть безопасно, они не боятся, и прогресс идет, конечно, быстрее. Слушай, прикольная вот история, кстати, прости, я перебью, я прям, вообще, ты сказал, я прям сам поржал. Прикинь, я на Маврике это там был, выхожу из дома, и, ну, на парковке меня замечает какой-то азиатский внешний чувак, говорит, блин, это ты, короче, Seven Heaven. Я такой, ну, да, но он по-английски со мной общается. Говорит, прикинь, я, короче, из Канады, вот по твоему ролику научился делать Dark Slide, хотя, ну, пересмотрел тысячу других, и вот по-твоему научился. Ты крутой, я такой, подожди, чувак, ты ж по-русски не говоришь. Он говорит, да, прикинь, я по-русски не говорю, посмотрел твой ролик, типа, научился делать, вот это я прям, я прям офигел сам. И штука в том, что я много-много раз уже думал, что надо переснять, потому что в тот момент, ой, мне все трясется изображение, сори. В тот момент, когда я снимал этот ролик, я сам, ну, там, только начинал Dark Slide делать, теперь знаю способы сделать его проще, и учу проще, ну, некогда, там, куча, там, других проектов текущих, да, некогда переснять тот ролик. Ну, и вообще, там, много роликов, можно было бы в какой-то момент съесть, там, переснять прикольнее и понятнее. То, что, ну, с опытом, там, какие-то ключи другие находятся, другие варианты, как сделать, блин. Ну, такая история. Слушай, у меня еще кто-то в Телеграме, не знаю, зайдет, не зайдет, попросил, говорит, спроси Андрея, когда он запишет новые кайт-фишки БЖ и БЖ-3. Блайн Джу, БС-3-13. Я, я, знаешь, вот там постоянно у меня на подсознании это висит, запрос, я, я начинал, вот, думал сделать серию роликов для профессионалов, и, вот, все эти базовые перехваты, там, влайн-задь и всякое прочее, там, путь от самых первых перехватов, и, там, все эти ветки. Но, я понимаю, что это намного меньше людей смогут оценить, ну, то есть, профиков их же вообще немного, и на этом уровне, ну, прям, немного людей, на этом уровне не очень много людей, ну, тренируются. Те, кто уже, ну, короче, им менее ценно, на самом деле. Более оценим. Ну, ну, я, ладно, неправильно я сказал, не менее ценно, а, ну, скажем, мне хочется больше вот там новичкам, как-то начинающим ребятам исправить базовые вещи, потому что, ну, от этого больше зависит, то есть, если они правильно будут делать базу, там, они дальше нормально прогрессируют. А если, ну, короче, профиком и так нормально, они катаются, они, там, ну, блайн-задь он не делает, он идет кайт-лупами убивается, там, он не так приходит, там, ну, пошел там свои двойные какие-то бакролочки крутить. То есть, их не так жалко, вот так. То есть, я, когда вот приезжаю на спорт, я смотрю, ну, там профик что-то ковыряется, мне его не жалко. То есть, ну, это его, там, условно говоря, выбор, он знает, как бы, что делает, а когда человек, ну, там, кайтер выходного дня приезжает, и, ну, он реально, там, не до конца понимает технику, не до конца понимает миски и вот часто реально рискует. То есть, он, там, пробует прыгать как-то, может, видео посмотрел. Может, видео посмотрел, да. Он, во-первых, рискует, ну, прям, бывает, вот, очевидно, чувак, ну, за него страшно. То есть, к нему хочется подъехать и сказать, подожди, бро, вообще не так, давай, позволь тебе, вот, там, как-то дать совет. Их, их, вот, прям, может быть, жалко и страшно за них, и вот им хочется помочь. Чтобы просто, ну, или, там, даже не риски, например, здоровья, но я знаю, насколько неприятно, вот, пойти, ну, вот, испортить себе технику в начале, и потом ты, например, не умеешь прыгать, ну, там, например, три года, там, ты оттачиваешь этот прыжок, что-то оно не идет, вроде ты прыгаешь, но как-то так себе. Ну, и вот это внутреннее такое состояние, когда прыжки надоели, прогресса особого нет, но ты вроде уже долго катаешься, то есть ты вроде бы как обязан что-то эдакое сделать, там, мегалуп. То есть все на споте такие, а что ты мегалуп делаешь, ты такой, ну, нет, ну, а ты вроде сам подсознательно понимаешь, что ты уже там долго катаешься, вроде уже надо. И ты не понимаешь, что, ну, вот, с той техникой не очень хорошей, например, прыжков, ты очень рискуешь, если будешь пробовать мегалупа. То есть они, может, там, не очень технически сложные, но если, ну, ошибка, там, какая-то малейшая ошибка, она приводит к таким ужасным последствиям. Ну, вот из этой серии, знаешь. Короче, я вот там надеюсь и мечтаю, что у меня будет время, я сяду и делаю там и все базовые перехваты и обязательно все. Ну, а вот там по ценности какие-то темы мне вот как-то острее. Ну, типа, вот знаешь, запуск и посадка кайта – это супер такая штука, на которой, на моих глазах люди там чуть ли не умирали. Ну, реально, я прям без шуток. Очень страшная такая ситуация, хотя, ну, там, знаешь, на ровном месте запуск и посадка кайта. Вот, а вот на blind judge. Ладно, Андрюш, расскажи, на каком сейчас оборудовании катаешься? Ну, у меня… Ну, короче, я катаюсь уже много лет на Air Force, естественно, и это прям ван лав вообще. Безапелляционно, знаешь, вот я… Когда я начинал тренироваться, я перепробовал адское количество снаряжения, и я супер задрот в плане каких-то технических нюансов. Вот мне Air Force по сумме всего, вот там, если, знаешь, выписать вот так за и против, плюсы и минусы, вот Air Force моя просто, вот, мои поварители. И прикольная история, знаешь, в том, что я всегда, там, всю жизнь катался на пятистропных цешках, ну, прям долго-долго вот я там тренировал, все-все трюки, и… Ну, как бы, на… Ну, вот, это как… Как-то, блин, называется… Короче, верхняя модель в линейке. Самая… Ну, топовая. А потом в какой-то момент я к такому, знаешь, дзену пришел, я понял, что мне надо на шаг назад, вот, на более простое снаряжение спуститься, на юнионы, и больше кайфовать, чем вот работать. То есть, там, когда, когда ты берешь, там, самую профессиональную модель в любом спорте, ну, сноуборды, вот, я много слышал, я не очень круто катаюсь на сноуборде, много слышал, что вот, если топовую модель взять, ты будешь мучиться, если ты не супер-профит. И вот в кайте такая же история, и там, я в других видах спорта, так же, знаешь, методом проб и ошибок я такой думаю, ну, вот, я уже вроде неплохо у меня получается, возьму там, ну, на уровень выше, потом мучаюсь год-два, блин, что-то я перестарался, надо откатиться, вот. Я сейчас катаюсь на юнионах, мне прям очень нравится, и, ну, я понял, что надо, ну, короче, вот для нормального человека ничего больше, чем юнион, не надо. Вот эти пятистропные, это уже пройденный какой-то этап. Хотя прикольно, вот там, если, там, взять, раз прокатиться, вот, если бы лежал один пятистропный кайт, просто, там, в идеальный ветер, раз выйти в месяц, чисто поржать, подрыгаться на нем, там, ну, чуть другие ощущения, но, в целом, вот, так, знаешь, иметь, да, линейку кайтов на все случаи жизни, то, вот, я, 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 вот, за более универсальной модели, чем за более продвинутой. Я там даже в видосах иногда пытаюсь эту идею внедрять в массы, потому что многие... Слушай, а что там у вас за история была, когда ты вышел на соревнования на ДНАХе, по-моему, даже, там, на учебной? А, я много раз уходил, на самом деле, вот, за много соревнований, много раз так получалось, либо, что-то с моей снарягой случалось, там, ну, вот, один раз я прилетел в Египет, не смог взять много снаряжения, там, по килограмму, я не знал, что будут соревнования, и я такой, блин, завтра русская волна, где взять снарягу, взял у друга, ну, его кайты, ну, там, литиумы, какую-то его дочке маленькую 135-ю доску случайно выиграл, выиграл, вообще, выиграл, непонятно, непонятно. И, вообще, много раз выходил на ДНАХе, когда были, там, суперслабые ветровые условия, и, ну, получалось круче, чем на Ц-шку, по-любому. Вот, там, крайний раз я на Баракая катался на 17-й ДНАХе, и уже, вот, больше ничего бы не ехал, прям, вообще, там, совсем мало ветра было. Ну, так, все равно, я все равно, там, ну, blindge-5 приземлял, какие-то нормальные трюки. Знаешь, я сам, я каждый раз сам не ожидаю, думаю, блин, была, не была. И прям нормально получается. А можно такой вот этот вопрос, Андрей, спросить? По поводу, сейчас расскажу ситуацию и свои предположения, почему это произошло. По поводу того, что качаешь кайт, и кайт потом отразнит температуру, весной вот это было, то, что на улице градусов 10-15, зимой, кстати, вот тоже катался, не замечал, то, что кайт качаешь, и при условии, что в кайте все баллоны нормальные, есть ли такая ситуация, что давление в кайте от разницы температуры с внешним миром падает? Давление падает в кайте? Ну да, то, что кайт, короче, накачал, проходит полчаса, он мягкий становится. Ты потом его подкачал, и он потом уже не становится мягким. Мне, наверное, сложно судить, потому что я редко бываю в местах, где большие перепады. Ну, там, ну, если бываю, то очень редко, и могу не заметить. Ну, так я теоретически, знаешь, вот замечал такие штуки, только в обратную историю, что кайты, я видел, как взрываются на берегу. То есть они перегреваются, может быть, из-за того, что воздух расширился, давление, вырос, давление. Кайт лежал, лежал, лежал. Ну, может быть, просто от того, что клей на швах стал мягче, вы потихоньку, 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 они... Если очень перекачан кайт, там нитка прорезает ткань баллона потихоньку, и может от этого взорваться. Ну, короче, я могу вот так теоретизировать, но... Ну, обычно эффект такой маленький, что я могу не заметить. Вот суть вопроса, короче, в общем, такой. То, что у меня в прошлом сезоне была ситуация такая, что едешь, двенашка кайт, блейд, и едешь, и пришел порыв, но кайт был подспущенный. Пришел порыв, и получилось так, что центральный баллон как бы завернулся вот так вот под кайт. Такой бывает? Да, да, это стандартная история, если... Вот, да, потому что я первый раз, я только учился кататься, и я с этим только встретился. Вот, то есть это бывает из-за того, что давление упало в кайте? Ну, не сказать точно, потому что... Смотри, может быть... Вот у меня что было? Если у кайтов вот старые силиконовые соски, знаешь, стандартные. Вот. Бывает, что кайт полежит, и пробка не идеально закрывает дырку. Ну, то есть вот у меня много кайтов вот с таким соском днашки. Не пробка, которая закручивается, а сосок. И типа бывает, вот, знаешь, начинает чуть-чуть, но травить сама пробка. То ли он полежал, и отверстие стало овальным. То ли от температуры не совсем плотно как бы пробка входит. То есть он настолько слабо травит, что вот ты не заметишь, если не обратишь внимание. Например, ну, там, я днашки раз в месяц качаю, я приехал на баракайт, да, там, у меня, ну, компрессоры. Я их накачал и не сдуваю. Но раз в месяц я такой, оп, баллончики мягкие. И вот может такое быть, что ты просто накачал кайт нормально, пробка не очень держит, он потихоньку спускает. А может быть, что ты... ...выть, и мембрана центрального клапана немножко отходить. Поэтому тоже такие возможности. Им надо проверять, насколько ты плотно закрепил клапан, и как, не подпускает ли он. Ну, бывает. Ну, короче, вот знаешь, мне кажется, это неважно почему. То есть у меня были кайты, которые с маленькой дырочкой в течение двух часов травят. Ну, в общем-то, пофиг. Я катался, ну, там, я знаю, что часа два он держит. Мне впадло, мне некогда было вот его ремонтировать. Ну, что-то там, суета какая-то. Я так мог долго кататься, но я просто знаю, что он травит. И знаю, что если будет какая-то ситуация, ну, там, критическая, я должен, ну, как-то пораньше предпринимать меры. То есть, ну, я не надеюсь на этот кайт, ну, в полной степени. Там, я не иду в какие-то экстремальные условия на нем кататься. Я не прыгаю над какими-то страшными камнями, учитывая, что если он подспустил, и он там что-то залажает. Ну, типа, знаешь, вот в таком ключе. И вот пару раз, короче, просто прикольная фишка сейчас. Ну, мне кажется, это будет полезно многим. Пару раз бывало так, что по какой-то причине, не важно, я вижу, что я сайт, и у меня осталось пару минут, чтобы вернуться на берег. Через пару минут кайт упоминает, потихоньку, но спускает. Потихоньку, но спускает. Так, знаешь, чуть-чуть подкладывается, потом чаще складывается, потом, ну, совсем начинает уже, ну, болтаться. И есть возможность приехать на берега, если не отпускать план. То есть пока планка затягивает, кайт распирает этим давлением, ну, которое под куполом растягивает, и он держит корпус. Если ты отпустишь планку, его складывает. И бывало так, что я уже не на планке висел, а просто на управляющих стропах вот так руками висел, чтобы кайту не дать сложиться, и вот так потихоньку, там главное медленно ехать, потому что как только ты разгоняешься, тебе надо планку отпустить, и кайт сложится. На тормозах просто там вот так доской упираешься, вот так на веревках висишь, и там пык-пык-пык-пык-пык-пык с берегу доезжаешь. Мне кажется, вот это прикольный лайфхак, которым я периодически, к сожалению, пользуюсь. Не надо с полуспущенными кататься, а то будут так, будут рваться потом кайты у кого-то. А это Андрей научил. Не, не с полуспущенными кататься, а понял, наоборот, вот как только ты увидел, что у тебя кайт сложился, не кататься с полуспущенным, а ехать на берег, прям вот ехать-ехать, потому что у тебя осталось, может быть, минута, может быть, 15 минут, а может быть, одна минута. Вот тебе надо просто вот не прыгать ничего, ты едешь на берег, и вот тебе может помочь доехать на берег, если ты вот будешь держать планку. Потому что многие, ну, первый раз попадают в эту ситуацию, и такие, кайт в зенит, и такие, о, о, что происходит? Не дай бог ветер усилит. То есть кайт не мог держать корпус, пока ветер слабил, ну, какая-то пучка подошла, ветер усилился, у них кайты узнают. Короче, если что, отстреливаетесь, но если есть шанс доехать, можете попробовать просто не отпускать планку, ехать как-то на зажатую. Вот даже если кайт вот хорошо накачанный, и вот сильные порывы пришли, то это может быть, да, что центральный баллон, он опустится. Это зависит от формы кайтов. Некоторые кайты к этому более предрасположены, особенно те, у которых много блочков. Вот последний раз это случилось как раз на iRush, литиуме, 17-го или 18-го года, зелененький такой. Так можно делать. Да, при всей его офигенности у него есть вот эта штука, но особенно смотри, что усугубляет. Если райдер тяжелый, если, ну, естественно, если кайт недокатен, и вот та ситуация, когда ты уперся ногами со всей силы и резко отпустил планку. То есть, например, приходит жуткий порыв, ты пугаешься, отпускаешь планку и упираешься ногами. Тогда ты кайт очень, ну, как бы, ты его сложишь. Больше вероятности. Ну, вот у меня так и получилось. Да, если ты планку не отпустишь, то есть, да, пришел порыв, да, сейчас тебя дернет, ну, ты такой, блин, может кайт сложиться, и ты так чуть придерживаешься. То есть, не прям вот бросил-бросил, а так ты под нагрузкой остался. Я там чуть сильнее вернула, но кайт, скорее всего, не сложился. И там так получилось, знаешь, то, что вот пришел порыв, баллон такой, хлопнул вниз, я отпустил планку, думал, что сейчас все нормально будет. А потом, короче, второй, третий, и вот каждый последующий, он прям как сильнее по кайту, и я прям вижу, что кайт прям... Ну, это вот точно он был недокатен. В центр ветрового окна прям падает, и я вот после третьего раза просто отстрелился, ну, и все нормально. Кайт просто. Правильно, да. Ну, то есть, в крайнем случае ты отстреливаешься. Самое нормальное, самое правильное, что можно сделать, отстрелиться. Но можно из этой ситуации выходить, просто надо ли это, знаешь, если у тебя есть возможность. Вот, в общем, короче, не бросать планку рекомендация, и вот еще такой вот... И разгрузить, то есть ты мог ехать в сторону кайта, или, например, не держать его в зените, а опустить в сторону. Вот что касается Айраша, там вот 6 написано качать его PCI. Вот надо 6. Ну, 6 это чтобы, даже если в нем старая дырочка, которую ты забыл заклеить, если у него старые уже швы уставцы, там, потому что ты 5 лет уже на нем катаешься, то 6 это вроде как минимальное давление, при котором он уже работает. Ну, а ты рекомендуешь сколько? Ну, 8 хотя бы. 8? Да, если, если прям тяжелый райдер, ну, бывают такие по 120 килограмм парни, и я знаю, что ему вот первые старты на доске будут упираться со всей силы, бросать планку, я прям до 10 качаю, потому что там точно капсдец вот кать будет складываться. Ага, то есть, короче, 8 можно, да, качать? А мы потому что качаем постоянно, единственное то, что вот я у нас, ну, короче, двенашку вот я побольше качаю, потому что вот как раз, как ты сказал, у меня там есть маленькие дырочки, и хватает на 3 часа каталки. И вот я сразу, короче, качаю восьмерку, да, потому что я знаю, что если я накачаю меньше, у меня через час он уже... Ну, я так же делаю, да, Да, этого сразу накачал восьмерку, и, как бы, знаешь, что, а потом вышел из воды печеньки поесть. И, соответственно, качнул там еще и дальше поехал. Ну, там восемь, можно десять, то есть вот если у меня, например, новые кайты, да, ну, мои юнионы, я знаю, что это не учебные кайты, которые там случайно уронили на кусте, я не заметил, там дырка. То есть юнионы, я за них не переживаю, например, и бывает экстремально сильный ветер, вот я иду там просто в передоз жуткий, я их качаю до десятки обычно, ну, чтобы там точно все жестко было, знаешь, вот эта жесткость крыла, она улучшает, да? Особенно, ну, вот если экстремальные условия, сильный ветер, и на отпущенной планке кайт каждым порывом пытается деформировать, конечно, улучшает. Плюс еще видишь, херня в чем? Раньше были прикольные кайты, у них морковки отдельно накачивались, и в поперечных баллонах можно было достаточно высокое давление создать, можно даже было поперечные баллоны, например, до двенашки накачать, а основной баллон, ну да, шесть, окей, это работает. А потом, когда пошел в анпам, если ты потрогаешь, у тебя морковки сильно мягче, чем передний баллон, ну, потому что у них диаметр меньше, и вот так получается, то есть, большие кайты, вот там качаешь до шестерки, но большой диаметр баллона, он аж звенит, вот там, шесть накачал, он уже твердый, капец. А восьмиметровый кайт с маленьким баллоном, ты его качаешь до восьмерки, ну, он такой, ну, нормальный. Вот, и поперечные баллоны, они всегда мягче, поэтому, короче. Спасибо большое, спасибо большое за ответ, спасибо большое за конференцию, а то мне бежать, короче, в общем, я это замечаю. вообще круто. Спасибо вам большое, класс, супер. Андрею спасибо, Андрею спасибо, и там остальным тоже всем спасибо. Я вас вижу первый раз, но я уверен, что вы классные, потому что, как только я начал общаться с кайтерами, с кайтерами, с кайтерами, короче, классные, нормальные ребята, отзывчивые, супер, спасибо. Вот, парни, привет, нифига, сколько вас? Собирает, собирается, больше и больше. Андрюш, слушай, расскажи, пожалуйста, разницу, вы или преимущество, Айраша, что тебе видится? Ну вот смотри, вот то, что я больше всего чувствую, ну как, задрот. Я реально, вот знаешь, у меня очень много времени выходит на то, чтобы там оценить какие-то нюансы того, как кайт себя ведет в плане стабильности, маневренности и прочего. Вот, мне кажется, они очень хорошо разбираются в том, как настроить кайт, чтобы, ну, такая вот взвешенная модель получилась, да, вот. Ну вот, сложно, наверное, объяснить, но бывают модели очень удачные, но с каким-то, каким-то одним таким явным минусом. Вот, в плане этого Айраш молодцы, то, как они разрабатывают, офигенно, круто. Вот, плюс у них технические решения часто, ну, очень грамотные и те, которые бы я применил. То есть, ну, например, то, как они прошили ткань, как усилили сеткой из строп всю ткань. Я об этом, ну, думал еще много-много лет назад. И мне казалось странно, вот, что венцирковые паруса, они всегда, ну, сильно усилены волокнами. Причем, чем более крутые паруса, тем больше усилений. И там очень, они сильно заморачиваются, как раскроен барус. То есть, ну, вот эти сегменты должны быть правильно раскроены, чтобы, когда он под нагрузкой, он принимает определенную форму, ни в коем случае не терялся профиль, вот это все. А в кайте такие, знаешь, пошили там как-то, ну, деформируются и похер, знаешь. Ну, я просто, вот, знаешь, видимо, потому что очень, я много этого вижу, то, как кайт выглядит и как он выглядит через три года после начала использования. Мне вот очень глаза бросают, и когда кайт, например, пониже к земле висит, там его сажаешь и запускаешь, например, возле передней кромки вот такой горб возникает и возле задней кромки горб. Ну, вот, если возьмешь профиль аэродинамический, там плавная линия, а со временем ткань, ну, она как бы везде тянется по всему кайту, но в этих зонах сильнее, ну, как бы концентрируется нагрузкой, ну, и в итоге у тебя кайт такой горбатый получается, и, ну, не знаю, я вот всегда этим заморачивался, я вижу, как ребята этим заморачиваются, вот, которые аэрод разрабатывают, блин, красавчики, часто, знаешь, прикольно происходит, что, ну, вот, там выходит новая модель, и, ну, все круто, вот, прям, офигеть, ну, какие-то пару нюансов, вот, я там понимаю, что, блин, вот, здесь планки можно, там, какие-то штуки добавить, или убрать, или в кайте, они такие, раз на следующий год именно это и делают, ну, причем, я там, с ними, это ничего не обсуждал, вот, они делают то, что мне, кажется, надо сделать, ну, я прям, опа, офигеть, в этом плане я, очень кайфую, и, ну, это вопрос вкуса, но мне вот нравится, как они выглядят, то есть, ну, это, это важный момент, у всех брендов какой-то свой стиль, вот, iRush, выбор цветов, знаете, вот, дизайн, ну, может, не все-все года, но обычная, я, когда вот, особенно, новая модель выходит, прям, молодцы, красави. Ну, а ты с новыми кайтами каким-нибудь сравнивал, вот, 20-го июня? Я постоянно, я постоянно у друзей беру, там, ну, все модели кайтов, которые я могу взять, прокатиться, я сравниваю, ну, ну, все, ну, какие, вот, доатоны, я пробовал все новые, кроме, у них сейчас прикольный, вышел, из легкой ткани, не Эва, джуз они сделали, маленький, облегченный, вот, его не пробовал, вот, слиншоты, ну, совсем новый не пробовал, а прошлогодний пробовал, что из такого, РРДшки, все последние пробовал, бандиты, ну, вот, F1-ы, ну, бандиты, на других F1-ах редко кто катается. Ну, бандиты понравились? Бандиты новых, да, классные, ну, это, прикольно, как, ну, в общем-то, удачная модель, она, вот, у всех брендов, вот, там, сделают удачный кайт, ну, и все, с ним уже больше ничего сделать нельзя, он идеальный, у тебя, ну, у тебя есть возможность, ну, скажем, подкрутить один тумблер, из-за этого что-то в другом месте провалится, и, например, у новых бандитов там сильно меньше тяги, но сильно, там, легче планка, больше маневренности, они такие больше в спорт, как бы, ну, и раз, и более спортивный кайт сделали, то есть он был такой более ол-раунд, ну, кайт для всех, да, тяговит, прикольный, они такие, ммм, сделали его поспортивнее, ну, так часто происходит, и, че, нет, вот, они воспитали, как бы, ну, вот, этими бандитами уже огромное количество людей, на них выросли, да, и все эти люди такие, они либо уйдут в какой-нибудь другой бренд, ну, там, не знаю, Dice возьму, товарищи, такие, ёпты, он же более спортивный, возьму себе Dice, либо они такие, раз, и бандит поспортивнее сделали, бандит уже вроде как Dice почти, как Union, ну, то есть, вот, да, прикольно это наблюдать, и это бывает, вот, знаешь, один год они делают спортивнее, второй год поспокойнее, вот, вот у многих так, раз, 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 так, прогресс идет, забавно, ну, то есть, там реально уже ничего не сделать, это уже какое поколение бандитов, ну, там уже даже не десятый, или одиннадцатый, по-моему, да, тут, прикинь, там они одиннадцать лет допиливают этот кайт, просто, это их главные, главные продажи, конечно, там весь их интеллект в этом, уже, там, я не знаю, в пятом, шестом бандите уже все сделано было, ничего не было. Последний бандит разделились на две, там один для кайт лупов, а другой для, для волн, типа. Ну, да, ну, по сути, там два разных кайта, ну, так, условно, можно сказать, что два разных, можно сказать, что один с двумя сильно разными настройками, но они все-таки там разные по форме, то есть, например, Кабрино, вот, они, ну, они делают две разные модели, которые братья-близнецы, прям, вообще, ну, да, один для волнов, второй для прыжков, например, у них два разных названия, эти, решили делать. Я на бандите очень долго катал, катаюсь, офигенно, и, но потихонечку перехожу на озоны, на, на Эджики, они более устойчивые, бандиты более для кайт-лупов, более резкие, ну, хорошо закрепляются, они. Для разных задач кайты, да, они разные, но и тот, и тот классный, и Эдж классный, бандиты классные. Андрей, а у нас, ну, ты знаешь, мы на бандитах катаемся, у нас девятка, двенашка, но в этом году мы купили iRush, вот, специально для ливки, они очень схожи, управлению, одинаково легко, и бандитам, и iRush, и планка одинаковая подходит, поэтому, мы в этом году взяли iRush, будем потихоньку обновлять, потому что, действительно, после 15-го года, они начали менять кайт, и вот iRush, например, больше начал нравиться. Ну, вот, знаешь, тут, ну, нет по-любому какого-то идеального, ты там смотришь, какие у тебя задачи, знаешь, какие, ты знаешь, уже начинается, вот, ну, как в автомобиле, знаешь, два одинаковых автомобиля, просто там, один Audi, второй Mercedes, ну, они оба офигенные, оба там, примерно стоят одинаково, и ты такой, а вот кнопочка обогрева сидения, в этой модели, она удобнее расположена, какая разница, ну, как бы, ну, если для тебя это весомо, ты такой, ну, может, знаешь, это перевесит чашу весов, вот, в сторону одного, бренда, вот, на самом деле, сейчас уже, офигенно, круто все развилось, я прям вспоминаю, как это было, там, в начале, жутко все было, там, огромная разница, была, в брендах, моделях, там, каждый год происходила, какая-то революция, сейчас так поспокойнее, все бренды подтянулись, там, какие-то, знаешь, слабые места убрали, там, ценник примерно один, ну, там, плюс-минус одинаковый, там, от магазина к магазину, может, отличаться, там уже начинаешь, по цветам, а здесь клапан удобнее, а здесь, вот, тропы лучше, ну, там, какая разница. У нас в Испании очень много переходит на новую марку, вот, Корре, она, она немецкая, и очень сильно сейчас пользуется тут популярностью, все на них перешли, кайты очень хорошие, все там, рекорды последние, там занимают, и, действительно, есть с чем сравнивать, попробовал, в принципе, неплохо, но все равно, есть и свои, также есть и свои минусы, и, я так сказал, но за последние пару лет, очень сильно, он, прорвался, я так сказал, на испанский рынок, и, и просто сейчас захлебнул, все, потихонечку люди начинают сравнивать, там, с Роберто Ричи, они уже переходят, там, уже, Роберто Ричи, он более дешевый материал, я так сказал, плохого качества, поэтому люди хотят более, что-то, что-то более качественное, от Роби Нэша, всякая, это, конечно, цена хорошая, и люди покупают, и уверены, что, что это действительно, оно того стоит, и, так как, большинство случаев, все немецкое, оно хорошее, и коры, в принципе, тоже неплохо, я вот, тоже вот думаю, что, может быть, в будущем, тоже перейду на коры, тут, тут уже, это дело, не знаю, вкуса, или, ну, знаешь, сложно четко измерить, ну, вот, невозможно, ну, там, я не знаю, провести эксперимент, взять два кайфа, одинаковых, в одинаковых условиях их использовать, и сказать точно, вот, смотри, вот эта ткань хуже, эта там лучше, ну, условная там, или, вот, и, я больше, ну, ориентируюсь на свои наблюдения, например, я вижу там, очень-очень-очень-очень, например, много кайтов в течение года, каких-то, там, тех годов, этих годов, и, штука в том, что, все нормальные бренды кайтовые, кроме Кабрины, ну, хороший бренд, но вот кроме Кабрины, они отличаются, все эти кайтовые бренды шьют кайты из одной ткани, вот, это производитель Тейджин, японский, и у них есть, ну, там, три градации этой прочности ткани, там, есть стандартная, ну, вот, там, где клеточка, там, из одного волокна, вот, ткань в клеточку, да, и там одно волокно, вот так вставлено, есть двойное волокно, вот, в какой-то момент все на него, вот, в какой-то момент сейчас, вот, там, тройное волокно, то есть, клеточки уже стройные волокно, но это Тейджин, и вот, Нейш, одни из первых, начали тройное волокно ставить, Кор, вот тоже, они очень быстро на него перепрыгнули, я не знаю, как РРД, но, вот, знаешь, из моих наблюдений, например, РРД, всегда, вот, все годы, которых я их видел, они были одни из самых прочных, ну, то есть, ну, то, как кайт-скроинг, где вставлено усиление, вот, они такие, извини, можно я тебя перебью, я просто в Испании даю, я инструктор, тоже, но тут, в Испании, и у нас, у нас в магазине, в нашем, в нашей школе, обычно используем кайты РРД, Роберто Ричи, но я поэтому, да, и, и самое интересное, что вот, в прошлом году, буквально, купите, новых кайтов, все там, 12-го, и буквально, первый же день, при первом же ученике, при первом ударе, отводу, он разошелся, буквально шел поселение, от самого начала, до самого конца, два кайта, практически, да, они, в принципе, раньше делались крепкие кайты, там, не жалели материал, они сделали более, устойчивость, но потихонечку, я смотрю, они начинают, я не знаю, почему они переходят на двойной, трипстоп, или, или, я вот этого не могу понять, до сих пор кайты, вот, шлиншот, все рвутся тоже, как не знаешь, потому что материал там, до сих пор еще остается, даже не двойной, репстоп, я вот этого не могу понять, понятно, что они хотят влашивать деньги, чтобы потом дороже им эти кометы, для продажи, но, в принципе, если покупаешь, ты хочешь покупать что-то себе надежное, я не понимаю, почему не, я готов переплатить, но кататься на том, что я знаю, что оно мне не порвет, оно мне будет служить долго при любом, логично, конечно, лучше 100-200 долларов переплатить, ну взять, но, вот, ну, как бы сама формулировка, знаешь, я не могу согласиться, что, типа, ну, новый кайт, я не знаю, Nage, будет прочнее, чем новый кайт Core, или чем новый кайт RRD, скорее всего, будут примерно одинаковые, но, вот то, что ты говоришь, что, но вот первый раз кайт открыли, херанули об воду, и он порвался, я такое видел, на самом деле, много раз, там, от разных брендов, и, может быть, я могу предположить, что, это какая-то косячная партия на китайском заводе, просто, может быть, я не уверен, типа, вот, знаешь, там же, ну, почти все кайты, там, на одном заводе шьются, и, может быть, вот, знаешь, на одном этаже, отшивают Озон, на втором этаже, отшивают, там, Норс, и, вот, менеджеры, которые следят за качеством, там, стоят над китайцами сверху, и проверяют, может быть, вот, у немцев, у Кор, может быть, лучше, я не могу сказать, а РРД, а РРД, там, прикурили, и одну партию закосячили. В принципе, для школ, мы обычно покупаем материал, именно специальный, который идет для школ, более усиленный, он именно рассчитан на то, что он при учениках, при первых, таких, он рассчитан на падение, на падение, на падение, для того, чтобы быть... Короче, это не, тоже, это не, нельзя сказать, что это, вот, очень однозначный подход, к тому, чтобы сделать кайт прочнее, вот, я просто много на эту тему размышлял, тут нет одного ответа, типа, ты сделаешь кайт прочнее, и, и он не порвется, не всегда так, потому что, например, вот, кайт ДНА, айрашики, они, там ничего суперпрочного нет, вот, в этом году они сделали из четверного репстопа, там усилили ткань, но до этого, вот, у меня много кайтов из одинарного репстопа, там обычный докрон стоит на передней кромке, там нет никаких сверхусилений, но, потому что кайт летает лучше, вот он, он легкий, он летает лучше, из-за этого ученики его лучше чувствуют, и они его меньше ронят, прикольно, да, ну, вот, он вроде бы, ну, легче, но он меньше падает, и вот он слабее, но он не рвется, вот у меня ДНАшки рвутся крайне редко, вот, там, я три года, три года я вообще не парюсь, то есть, я купил новые кайты, три года я точно их не ремонтирую, они не рвутся от падения поток, вот, это точно. обычно для того, чтобы не рвались, всегда не надуваешь кайт по полной, оставляешься лягеньким, чтобы он при падении, я раньше так делал, но сейчас я всегда надуваю по полной, и вот прям, и клапана на морковке не перекрываешь, чтобы при падении, допустим, воздух переходил на ребра, но я их вообще не перекрываю, мне лень, я не понимаю, зачем это делать. Ну, ДНА же раздельный. Ну, ДНА раздельный, но там, где перекрываются, вот там, литиум и юнион, я никогда не перекрываю. Андрей, вы же тренируетесь на мелководье с учениками, правильно? Да. Поэтому на мелководье я даже всем тоже советую не перекрывать на морковке, потому что с закрытыми, ну, с утяжками, с перекрытыми поперечным баллонами кайты чаще рвутся. Как изменение давления. Не проверишь, там... Ну, может быть. Я тоже раньше такой, блин, ну вот, а если, вот у iRush в какой-то момент вот эти перехватки, выходные трубочки стали большего сечения, это такое, ну, чисто теоретически воздух будет быстрее перетекать, и, может быть, кайты будут меньше рваться. Ну, ты не проверишь. Ну, да, может быть. Я до сих пор удивляюсь вот насчет этих трубочек. Вроде бы кайты сделали надежные, вроде бы все так серьезно, а вот эти трубочки, они же на солнце буквально через пару лет превращаются ни во что, и это первое, самое слабое место, где у меня обычно прорывается, я уже изолентой их переключиваю для того, чтобы солнце их не палило, чтобы они были более как-то жесткие. Ну, я не знаю, я имею в виду, что на Бандите, на Роберто Ричи, я не знаю, как у других кайтов, на слейншоте тоже вроде бы слабенькие трубочки. Знаешь, у меня было на одинаковых кайтах, вот на одних кайтах трубки превращаются вот в эти сопли, а точно такой же кайт вот того же года, той же модели, все и прям нормально. Я не знаю, от чего это зависит, но я редко вижу, что вот прям совсем все плохо было с трубками. И знаешь, наверное, почему? Я очень сильно стараюсь, я очень сильно заморачиваю, чтобы кайт не лежал на пляже без дела никогда. Вот я прям я его накачал, сразу поднял, пошел заниматься или кататься, я выхожу и чаще всего даже не кладу его на землю, а прям на весу отвязываю стропы и сдуваю. Вот это мое... Горячий песок это смерть для кайта. У меня были буквально в прошлом году просто кайт ложу, песок такой горячий, что не знаю сколько, 40 градусов и в моменте лопает, даже не лежит на земле. Сумасать, его вообще желательно спустил кайт, завернул и сложил в машину. Лучше всего. Да, ну ты же знаешь, вот если бывает супер, ну там что-то неудобно, лень, я либо засовываю свой кайт под чужой, ну это если не горячий песок, просто вот лежат там 100 кайтер на берегу, я такой, мне надо убежать, я свой кайт под чужой засунул, ну нормально, он лежит, не болтается, причем и тот кайт меньше болтаться начинает, то есть им вдвоем как-то получше становится. Либо я вот бывает на баракай, там у нас, ну мы сидим под пальмами, да, и там все сидят под пальмами, я кайт отцепил, быстро главный баллон сдул, морковь кайт свернул, и под пальму бросил, убежал, ну пусть там лежит хоть весь день, ему ничего не будет, но вот то, что он накачан, ткань хлопает, он елозит по песку, плюс очень жесткий накачанный баллон лежит на берегу под каким-то странным углом, вот там он скручен или согнут, я прям, вот знаешь, чем, вот в какой-то момент меня эта мыфель посетила, я начал наблюдать, и я стал очень четко видеть, что многие кайты супер кривые, вот мне приезжают ребята, там, Андрюх, попробуй, а там просто, ну жуть, ну, то есть кайт от первоначальной своей формы уже сильно уехал, и вернуть его очень сложно, бывает, не получается, просто вот ты бросаешь его на берегу, ушел, он полежал полдня, он кривой, то есть, ну, зачем, короче, вот если задуматься, то есть большой смысл и его сдувать, и не хранить на берегу в надутом состоянии, я прям стараюсь. Ну вот кайты для слабого ветра и для сильного ветра, вот для сильного ветра, допустим, вот пивот хороший, вот кайт, он сделан такой крепкий, он очень крепкий, у него много ребер, он держит хороший поток ветра, а вот боксер, вот последний, вот они с одним ребром посередине, он такой легенький, он рассчитан чисто для слабого-слабого ветра, но, да, может быть, для гидропойла он лучше, но он очень резкий тоже, для гидропойла хорошо, но такие кайты легкие, мы пробовали их в сильный ветер брать тоже, и в сильный ветер, они очень хорошо катаются, на них можно очень хорошо кататься на сильном ветре, но, естественно, если при хорошем падении, он сразу же разлетается в плоти, он до этого не предназначен. Ну, я не замечал, чтобы там они сильнее, например, от падений страдали, вот у меня ДНашки с одним баллоном, ну, она при падении, она так до воды складывается, вроде не рвется, даже пятерка у меня есть, я в экстремально сильные ветра учил, не было проблем, ну, да, вот там, я же говорю, нет идеального кайта, то есть, есть некая обычная модель, которая на посредине всех характеристик, вот там литиум, айрашевский, или вот пор, эксар, да, вот, если Нейш, это, наверное, как раз пилот, ну, пилот, да, вот они где-то посредине, то есть, он и тянет хорошо, и поворачивает хорошо, и крепкий, и слабый ветер, и сильный ветер, то есть, у него нет никаких выдающихся сторон, то есть, он там не самый-самый гуляющий, или там не самый-самый тягучий, вот, что-то вот как-то посредине, ну, литиум, литиум на самом деле самый тягучий, ну, 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 неважно, ну, как-то вот там взвешено, а есть кайты, вот, которые в одну сторону заточены, там, из серии, вот, для гонок или для катания на волнах, там уже перекос, то есть, все остальные характеристики, скорее всего, страдают, хуже взлетает с воды или хуже в слабый ветер, но он там на волнах лучше, и тут уже ты там для себя должен выбирать, вот, если ты с ума сходишь от волн, и ты не очень много прыгаешь, тебе нафига прыгать, например, если ты на на серпе всегда катаешься, то, может быть, там, через год, и ты такой, да нахер мне этот рестарт с воды, я и так в любых условиях, и так, что угодно запущу, и ты такой, возьму себе вейвовый кайт, чтобы получить, там, какие-то пару, вот, прирост в паре других характеристик, сори, у меня тут шум, очень радуется встрече, ребята, вот, но, блин, вот, я не люблю, как, какие-то обсирать, вот, одни бренды или другие, потому что я знаю, что у всех есть свои очень сильные стороны, какие-то классные разработки, я знаю, за этим стоит, там, огромное количество классных людей, то есть, те, кто занимаются разработкой, они охренительно катаются все, они охренительно, знаешь, вот, вкладываются в этот продукт, то есть, это не чистая коммерция никогда, там, они поддерживают спортсмена, впрочем, то есть, вот, Кабрину можно обосрать, потому что они ведут нечестную игру в плане того, что делают из говняной тряпки, я люблю эту тему, вот, но, если это опустить, во всем остальном бренд классный, у них там классные стропы, классные планки, классные прорайдеры, классные, вот сейчас дизайн хороший стал, раньше был говняный, да, то есть, они, тихоньку, они многое в спорте поменяли в лучшую сторону, они молодцы, вот, как бы, если ты купишь Кабрину, ну, молодец, просто, вот, если другие кайты, нельзя на... на Кабрине, на Свитчблейде, и, в принципе, хороший парень. Многие на Свитчблейдах выросли, то есть, там, полпланеты кайтеров выросли на Свитчблейдах, ну, блин. Хороший, но он такой медленный, такой, такой. Это раньше было, да, раньше Свитчблейды были такими, потом они решили их сделать быстрыми, они сейчас идут быстрые, классные стали, вот, но они сделаны из говняной тряпки, то есть, у них офигенно прочные баллоны, а вот эта купольная ткань, она прям, фууу, прям, знаешь, как моя футболка, мягкая, не хрустит. Вот через полгода она превращается вот в штору, но пока кайт новый, фантастический, и вот, как бы, это надо учитывать, то есть, ну, это вот их слабая сторона, да, по чесноку, это я точно знаю, вот, многие и не узнают, ты, ферен, с ним он через два года новую Кабрину купит, и ты, как бы, нормальный. Но, и вот так у каждого бренда есть там какие-то послабее стороны, посильнее, какие-то бренды я там больше люблю, какие-то меньше, но в целом, вот так, если взять десяток сильнейших ребят, все красавчики, не, не, не люблю, вот это, знаешь, вроде прикольно это все обсуждать, с другой стороны, ну, что, ты с пустого в порожне, нравится тебе Корр? Возьми у друга Корр, понравится, и катайся, здоровья, или озон, или, не дай бог, там, какой-нибудь, или, как это называется, новая вот эта хрень, или вейт, блин, забыл, или вы, или вы, о, вонтаж, не, не, вонтаж, но они очень крепкие, или вейт, это шляпа такая же, как был Best, только теперь по-другому называется, а вот вонтаж, короче, они подключили искусственный интеллект, чтобы он им просчитал оптимальную форму кайта, прикольная такая коммерческая замануха, Главное, чтобы летал, вот я, допустим, в зависимости от дня, от ветра, если, допустим, слабенький ветер, там, естественно, берешь себе там какой-то там парапейнт, чтобы он быстро кайт лупит, делал, хочешь в какой-то день сделать себе хорошие прыжки, берешь тебе кайт с максимальным хантаймом, чтобы можно было зависнуть и во время прыжка себе кофе пить, но, Эджики, вот они, да, действительно, я перешел на Эдж, потому что, не знаю, я очень уверен, он для меня очень стабильный кайт, на нем, вот для меня, это вообще, кайт был скоростной, когда-то они пришли до своего уровня, что уже видят, что уже скорость дальше невозможно уже развить, и потом уже все начали переходить на парапейнты, парапейнты, не знаю, как по-русски, на парафойлы, на парафойлы, но этот кайт Эдж он остается как бы предельным, это вот последний кайт от инчаблинга, который можно разбить огромную скорость при езде, и зависание у него, конечно, тоже для меня максимальное, вот примерно такое, как коры Эхич Эре, или как пивот у Нэша, вот они более-менее, такие по характеристикам, чуть-чуть похожие. Влад, вот если будет у тебя возможность, если кто-нибудь приедет к вам в Испанию, на Айресе, круизер, СР, вот ты его сравни с Эджиком, и я надеюсь, ты думаешь, что он тебе больше даже тем Эйдж понравится. Окей, не-не, обязательно попробуй. У нас есть эти кайты тоже, у ребят тоже, надо будет этим летом взять, обязательно попробовать, потому что я такой человек, что люблю пробовать все, и чтобы знать, как оно что работает на любом кайте, потому что, естественно, ты для себя подбираешь то, что тебе нравится, не то, что ты купил, и тебе посоветовали. Ты сначала должен попробовать, понял, что это твое, вот тогда уже действительно купил, но не важно, какая марта, не главное, чтобы кайт был очень устойчивый, и очень, он такой, как по тебе шитый. Естественно, вот как мы познакомились, допустим, с кайтами Айраш, несмотря на Андрюшу, я созвонился с дистрибьюторами Айраша, и мы стали, 5 лет назад, дилерами как раз Айраша, потому что протестировали, и 3 года я просто с Айраша не слазил, потому что лучше кайты, не найти это. А у нас Женя, по-моему, здесь сейчас, он побольше расскажет, потому что он до сих пор сейчас катается на Айраша. Да, Жень, ты здесь? Я пробовал Айраш, отличный, шикарный, я бы, честно говоря, когда первый раз попробовал, даже не ожидал, естественно, был очень, был сильный ветер, было где-то 35 узлов, и была девяточка такая хорошая, что там было чуть-чуть опасно, я так сказал, но, честно говоря, я обожаю опасность, потому что, не знаю, любим кататься в очень сильный ветер, и по 40, я сказал. Давайте едем дальше. Андрюш, у меня тут заготовлен тебе вопрос по поводу, какой тебе нравится больше всего спот? Ты же у нас Марокко, Египет, еще разные страны. Марокко, да. Где тебе больше нравится кататься? Блин, ну, вот, если, знаешь, спот чисто такой теоретический, то есть, я вот так щелкнул, там оказался, покатался, ну, вернулся там, где комфортно жить, то, наверное, дахло, вот там спит спот, то есть, ну, лагуна большая, одна из, один из кусочков лагуны, там дует отжимной ветер, там офигенно, там, знаешь, глубоко, сразу песок, нет камней, вот идеальный флет, тепленько, там круто, вот, либо там, либо на самом деле, вот здесь на островах есть два острова с офигенными лагунами, там тоже гладкая вода, вот прям зеркало-зеркало, они, ну, не всегда так работают, то есть, должен быть там прилив на одном споте, или отлив на другом споте, и вот там, знаешь, все должно сложиться, и тогда вот идеалочка, и вот либо Тавила, остров Тавила здесь, вот остров Абунгар, это второй мой любимый спот здесь, в Египте, либо вот Дахла на спидсхоте, но это потому, что я в основном катаюсь, вот акробатику делаю, да, пристайл, если брать волны, то, наверное, Маврикии, да, в плане, прям вот, приехать, и так, чтобы хорошая волна, был хороший ветер, там, там просто чаще можно поймать, чтобы вместе совпало, ну, наверное, много мест, где я не был, где не очень много, где путешествовал. Нет, ну, я как раз спрашиваю, из тех, вы именно где ты, значит, что больше нравится, потому что, ну, вы, видишь, вы в Марокко же в мае, как раз, по-моему, ездите, вы на майске, и в октябре, ну, знаешь, там полгода хорош, там, там полгода классно, то есть, можно в течение полугода, приехать в любой момент, и точно будет дуть, и точно кайфануть, просто, там дорого, и там лететь непросто, поэтому, знаешь, как-то, самые удачные моменты, например, на майске везде дорого, и как-то там, туда более оправданно, на майске лететь. Ну, вот, да, два раза в году, ну, если бы была возможность, я бы почаще летал, просто, там, ну, из-за того, что это очень оторвано, там, от любой цивилизации, там, достаточно дорогое проживание, там, реально крутые отели, такие, знаешь, маленькими домиками, ты вроде как в пустыне, в полной жопе мира, но там, ну, это рай, другими словами, это рай. там вообще, ты просыпаешься на споте, там, офигенная кормежка, знаешь, офигенные условия проживания, плюс, там, одно из немногих мест, где хороший серфинг, вот, буквально, переехать на океан, прям, хороший серфинг, при том, что, знаешь, очень-очень редко, где хороший серфинг, возможен в ветер, то есть, когда дует ветер, обычно, ну, волны ломает сильно, и там уже не покатаешься на серфинге, а здесь, ну, короче, там, в какой-то момент я стал увлекаться серфингом, мне понравилось, и я оценил, прям, круто, с утра из серии все спят, я там, 8 утра, в холодный океан запрыгнул, посерфил часик, в 9 утра мы позавтракали, и на кайт-спот поехали уже, типа, знаешь, и я такой на подреке, и как-то, блин, все, все в одном месте, офигенно. Ясно так, народ, у кого-нибудь вопросы есть, или я дальше буду задавать? Привет, Андрей, слушай, что-то все скромничает, как в Египтосте сейчас, как каталка, как погода, как вообще все? В Египте офигенно, и вот сейчас стало настолько тепло, что можно даже без гидрика кататься, прям, знаешь, близкие к идеальному, условия, и сейчас вроде обещают, там, через пару дней, не то, чтобы прям открыть, открыть пляжи, но перестанут нас выгонять с дикого спота, там такой кусочек ничейный, и мы будем кататься, то есть в целом все реально круто, и по... ну, потому что происходит, да, я не знаю, может там, знаешь, где-то в дальних южных регионах какие-то страшные вещи творятся, я этого не вижу, я что-то слышал, такие слухи, что там много зараженных, то, что происходит в Кургаде, в Ильгуне, вообще ничем не отличает от того, что было, вообще, просто выходишь на улицу, все люди ходят, все люди ездят, все в магазинах, ну, там кто-то в масках, типа мало вообще людей, то есть ничего не поменялось, вот, просто вот нет туристов совсем, там все отели закрыты, но как живет там, страна не особо отличается от того, что было, там, я не знаю, вам видно? На бассейне, гляньте. Ага. Не сыпь соль на сахар. А то самолет тебя попросим заказать нам. У нас только-только в Москве потеплело. Блин, вот, да, я представляю. Я на самом деле я бы сгонял вот померзнуть в Москву, там, чтоб дождик, я соскучился, типа, зайти в магазин, а у тебя сто пятьсот видов пива, например. Вот у нас тут позакрывали вообще даже не то, что дьюти-фри не работает. Весный алкоголь уже выпили давно. Кого еще не гонят? Вообще ничего нет. да, можно было местное пиво пить, но сейчас был Рамадан и позакрывали даже местное пиво. Вот, это не ценишь пока, пока ты там в Москве, ты такой, да, что там, а потом, знаешь, полгодика где-нибудь в Египте просидишь и думаешь, вот по сосиску, полмира за сосиску. Так прикольно. Начинаешь ценить. Короче, готов поменяться местами, да? Я в Египте, катать тебя в Москву. За сосиску. А как у вас ветер в Египте? Дует целыми днями или там определенное время? Этот сезон он очень ветреный, я не знаю, то ли мне еще, да не, ну очень ветреный. Ну просто сейчас же запретили кататься, но уже где-то неделю нельзя. И дует просто каждый день там очень сильно и из-за этого еще заметнее, блин, сколько ветра. С утра до вечера я сплю, пальмы шевелятся, прям слышно, в окно такие порывы прилетают, ночью дуют, там весь день дуют, я не знаю, будет видно. Ну короче, там все шевелится, вот там, смотри, пальма, видишь, наверху ее болтает, здесь во дворе там плюс-минус затишье. И как это ощущение, вот ветер вокруг, нельзя никуда выйти, потому что наверное ужасно. По-туратски, ну я на самом деле, вот сейчас уже там начал выкупать, потому что я не очень люблю, когда сильно дую, там пристайл плохо получается, а прыжки вверх все равно доели. Ну я так спокойно, ну типа, я понимаю, что я доеду, я покатаюсь, но вот максимально правильных условий пока немного было, вот когда на двенашку дует, так мягенько, классно. Андрей, ты смотри, на гидрофойл не перейди. У нас обычно на гидрофойл, честно говоря, приходят вот ребята, к которым за 40, ну не знаю, все вот предпочитают более спокойную уже езду, уже как-то так более довольствие. Не, я очень люблю на гидрофойле кататься, и прикольно, что, знаешь, вот как раз вот это огромное количество возможностей, то есть ты можешь в максимальном таком спокойствии кататься, типа, знаешь, там, на семнашке или на пятнашке, когда, ну ветра вообще его нет, вот его даже не чувствуют. Ты поднимаешь, кайт еле висит, и ты можешь там куда-то ехать по гладкой воде, там даже волн нет, и, ну вот здесь же на Красном море вода прозрачная, я помню, я катался пару раз, ну такая видимость, из-за того, что нет ряби, вода гладкая, и такая видимость, что там 20 метров вниз видно, и рыбы видно, это такой, по такой толще стекла едешь, очень странно и забавно. И с другой стороны, ну на гидрофойле можно, там, я видел ребят, которые прыгают 17 метров в высоту, я на Твинтипе, я не знаю, не часто смогу так выпрыгнуть, вот, должно там все звезды сойтись, ну и как бы нормально там какие-то прикольные штуки делать, ну, короче, там есть много своих очень интересных возможностей, и мне нравится, что, например, знаешь, вот на гидрофойле можно кайфово покататься в тех условиях, ну, где на Твинтипе будет полное говнище, вот там, чоп какой-то, знаешь, какая-то открытая вода, озеро Гарда какое-то дурацкое, ну, там вообще, что там делать, ну, там, на каждый день ветер дует красиво, и тут на гидрофойле можно замчать, ну, просто открываются как бы другие горизонты, это просто еще один офигенно крутой, ну, инструмент, как мне кажется, не обязательно в это все уходить головой, если хочешь, может, но это как вот, знаешь, там, это вот я раньше так думал, что ты такой, знаешь, кайтер, 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 а потом раз, случилась пенсия, ты стал серфером, типа, ну, я думал, ну, это вообще странно, и зачем как бы из одного в другое переходить, оказалось, можно всем вместе заниматься, и вот если ты можешь себе позволить, например, оказаться в крутых условиях для серфинга, ты можешь получить одно из самых, там, каких-то, знаешь, нереальных ощущений в жизни, ну, с этим, знаешь, ничего не сравнится, например, или там, я не знаю, парапланы, или мотоцикл, ну, как бы это все круто, и гидрофойл, это тоже круто, то есть бывают плохие условия для гидрофойла, бывают такие крутые, что, блин, короче, я вот, я не разделяю, но чуть-чуть опасный вид спорта на гидрофойле, тут некоторые даже покупают себе хоккейные маски, потому что бывают случаи, что так проходит очень близко, и вон, таки опасно, потому что обычно при падении, если у тебя еще мачка, она большая, но... Вот эти все штуки обычно происходят в самом-самом начальном этапе, насколько я вот вижу, там есть ряд ошибок, они, они даже, вот, знаешь, ну, не знаю, смело можно так сказать, что это там рефлекторное, что, короче, вот в каких-то ситуациях наше тело действует типа супер неправильно, и ты гоняешь себя случайно в вот эту плохую ситуацию, когда ты падаешь вот так лицом и грудью на крыло, но это очень быстро проходит, прям быстро, вот если ты, ну, начал кататься, ты потихонечку вот там тренируешься, там буквально, это вот новичковый этап, и это вот достаточно легко избежать, если ты катаешься на коротких мачтах, на больших крыльях, ты прям быстро через это проходишь. Другое дело, если ты вот сразу почему-то купил себе гидрофойл с длинным крылом, с агрессив... с длинной мачтой, с агрессивным крылом, то, ну да, ты какой-то... Ну, это ошибка для новичка, конечно. Ну, короче, это все можно тоже. Там входной входной период он сложнее, чем в Твинтипе, да, ну, то есть в начале все сложно, есть там какие-то свои опасности, но потом как обычно. Ну, это для... Андрей, слушай, а ты бидрофойл не начал еще использовать? Как? А, wingfoil. Ну, я покатался, классная штука, мне все очень нравится, но в первую очередь wingfoil это снаряд абсолютно идеальный для волн. Ну, то есть вот если бы были волны, я бы только на нем и катался, это абсолютно идеальное сочетание всего, чтобы кататься на волнах на гидрофойле. Просто вот, блин, самый нереально крутой снаряд. Но у меня нет волн и у меня, ну, там, нет своей доски для этого и как бы мне лень там в этих условиях я чаще пойду на кайте кататься. Вот. Но если бы я жил вот где были бы большие пологие волны там, я бы обязательно у меня был бы wingfoil и был бы гидрофойл с большим крылом, я бы катался с удовольствием. Мне почему-то кажется, что wing, так как ты его держишь в руках, он тебе чуть-чуть мешает. Другое дело, когда у тебя на кайте короткие стропы, там, метров 15, и кайт близко находится, и ты еще можешь как-то реагировать. Но если ты что-то неправильно делаешь и падаешь, это у тебя гидрофойл, у тебя wing, ты потом, это, не знаю, нужно иметь нормальный, хороший уровень для того, чтобы уже им пользоваться. Ну, смотри, я соглашусь по поводу уровня отчасти, там просто, знаешь как, вот ты постепенно, когда катаешься на волнах, ты так потихоньку, потихоньку, потихоньку приходишь к тому, что катиться с волны, ну, без ничего, просто доской, это вот самый кайф. Ну, там, вот открывается много возможностей, ну, ты вот на настоящую свободу обретаешь, когда тебя ничего не тянет. И, к сожалению, кайт сволочь, тянет самые неподходящие моменты, там невозможно проехать по волне, чтобы тебя не тянуло, как бы это не выглядело на видео. Вот там, даже профики, когда едут, они такие изображают, 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 ну, блин, потом раз, и просто вот, если он не натянет стропу, у него кайт упадет. Это, блин, самый неподходящий момент. Ну, то есть, когда я начал кататься на серфе, я понял, насколько кайт тебя ограничивает. С одной стороны, когда ты только начинаешь разбираться в катании на волнах, кайт — это палочная вручалочка, он тебя куда надо завез, откуда не надо он тебя увез, ну, такой, знаешь, читинг, ну, жульничество. довольно приятное. где надо поддерживать, но вот, если ты все-таки уже разобрался, как это все работает, начал кататься, ты вот пробуешь отключить кайт полностью, а он отключается на секунду, потом надо включать, иначе он упадет. А wing foil в этом плане абсолютно сумасшедшая штука, потому что его можно выключить полностью, если ты его за переднюю ручку держишь, он абсолютно не мешает, он летит сам, ты просто полностью всем весом стоишь на доске, и ты только едешь на волне, едешь, 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 если в какой-то момент тебе нужна тяга, ты включил ее, а потом сразу выключил полностью. Ну, это очень, ну, вот, это наконец-то произошло, потому что, ну, вот, если посмотреть там всю историю этого серфинга, то был серфинг, потом появился wind surfing, и он вроде бы, да, ты там тоже можешь парус включить, выключить, но это все равно ограничивает, это не серфинг, он рядом с серфингом, но это другое, и вот кайт серфинг, он тоже, ну, он как бы рядом с серфином, он похож на настоящий серфинг, но это все равно сильно другое, но это, я не говорю, что это плохо, В нем больше свободы. Кайт-серфон тебе позволяет, тебе дает больше возможностей. И нет, да, и нет. Он и возможностей дает больше. То есть ты можешь, например, на говняной волне проехать. На той волне, на которой, ну, как бы на серфе ты бы не проехал, то на кайте ты можешь проехать, но он тебя и ограничивает. То есть, например, когда вот хорошая классная волна, ты на нее встал, тебе кайт не нужен, а ты все равно не можешь от него избавиться и выключить его тягу. Он тебя вот так тянет с волны постоянно, и ты не едешь по волне, ты висишь на кайте. Короче, это сложно объяснить. Это вот я сам не верил, пока сам не вляпался в эту историю. Я поэтому и спрашиваю, потому что кому-то заходит в Инфойл, а кто-то категорически говорит, нет, это не мое. Все категорически говорят, что это пенсионерское говно, пока не попробуют в нормальных условиях. Но, блин, ну вот все равно это как... Ну, короче, это сложно. Нет, ну это уже другая категория. Да, это другая категория, то есть идеальная. Он для чего сделан? Чтобы ты катался на гидрополе на волне. И там это круто. Это как, ну, знаешь, типа болид Формулы-1. Он классный или нет? Ну, как бы, если ты на нем выступаешь в гонках, он классный. Но если ты пытаешься на нем мешок картошки увезти, его даже некуда положить. И все такие, ну, как бы, да это говно, там мешок картошки не положишь. А лежать и полицейский, он вообще не проезжает. То есть это узкоспециализированная хрень для гонок. Вингфойл, он тоже, он для этого сделан. Ну, это его стихия. Вот катание на волнах, на гидрополе, блин, это самый крутой снаряд. Есть, можно без волн кататься, ну, чуть меньше эмоций будет вызывать. Вот. И совсем, совсем такая, ну, знаешь, странное его применение, когда ты на гладкой воде. Ну, всего-то же надо учиться, конечно, первые разы ты на гладкой воде катаешься, но это не его применение. Всю жизнь кататься по гладкой воде на вингфойле, ну, это скучно, да. Все говорят о том, вот об этом-то, да, они такие, фу, зачем на этой говняхе кататься. Вот, это как вот сапы. Вот, я офигел, когда на сапах начали кататься по озеру, по озерной глади. Я такой, типа, вы че, ну, это доска, которая сделана для волн, и на ней на волнах офигенно. И это сложно абсолютно, ну, вот, настоящие сапы деревянные, которые, там, они стоят космоса, они сделаны, там, по сумасшедшим технологиям, у них форма для волны, там, специально выверенная, там, миллионами летные, я шучу. Вот, и когда такой сап покупает себе, ну, человек далекий, там, от серфинга, и катается по озерной глади, да, это выглядит странно. На кайте клево, наверное, на сапе. На сне, не клево. Я пробовал, он, к сожалению, он не умеет ехать быстро, а кайт не умеет ехать медленно. У них, там, не складуха получилась. Их зарезка не получается. Ну, он и зарезает, да, и он, вот, ты чуть-чуть быстрее скорости человеческого шага разгоняешься, он такой, и не едет просто. Вот, он держится на этой скорости, знаешь, около 10 километров в час он едет, а на 20 километров в час его почти невозможно разогнать. Снаряд сделан для другого, его надо его по своему применению использовать. Такие дела. Так, ну, давайте от сапов перейдем. Андрюш, к твоей технике мне интересует, чем ты сейчас снимаешь? Блин, у меня очень много всяких штучек для съемки, там, нет, ну, я давно этим заморачиваюсь, но в основном, если есть возможность, у меня есть камера Sony, в общем-то, фотоаппарат, но она классно снимает видео, это с несъемными объективами, она называется RX10 третьего поколения. Сейчас уже четвертая, сейчас покажу. Сейчас она у меня с подрядом валяется. Короче, RX10 это вот, ну, мне кажется, просто, если кайтбординг как-то снимать, то вот это самая лучшая штука. Вот, ну, и, конечно, всякие GoPro, и вот я наконец-то купил себе камеру, которая ставится на штатив, и она сама за тобой следит, у тебя, ну, браслет на руке или там куда угодно его можно повесить. Классная штука, называется Solo Shot, и вот там они наконец-то его допилили до того состояния, когда он начал работать. У него есть Zoom достаточно большой, но там тоже куча минусов, сырой продукт очень, его сложно достаточно настроить, там очень долго его запускать. Приехал на сход, его минут 20 надо готовить только к запуску. И, ну, есть свои косяки, но вот классная штука, то есть мне сейчас особо некому снимать, жена с ребенком, мне некого попросить, чтобы там. Все катаются, я тоже пошел снимать свои кайт-фишки, и некому снять. Наконец-то вот там я вот товарища... Больше кайт-фишек. Да, больше кайт-фишек. Я постоянно над этим работаю, вот там сейчас пару разработок, и просто, ну, это выглядит легко, но я вот так сел на балкон, например, там, даже, ну, там, час потратил, например. Ну, у меня есть и час в течение времени, там, в течение дня, пока ребенок сидит, я вышел там, камеру поставил, все снимал, там, раз, что-то со звуком, там, в следующий день я переписываю. Ну, короче, вот это постоянный процесс, но выглядит вроде бы это все как на коленке сделанное, но, блин, это времени отнимает вообще космос. Да, сложно, сложно, поэтому и спрашиваю. Причем в одиночку, и так хорошо получается. Я вот прикольную серию снимаю, очень давно собирался, короче, прикольная тема, я всю свою жизнь, ну, вот сколько я там учу, я почти все время работал с рациями, там, с самого начала, и мне кажется, это вот один из основных моих инструментов. То есть, у меня, честно, вот, честно, парни, вот, очень большого, ну, короче, вот, там, если кайтовый рюкзак представить, у меня штуки три таких кайтовых рюкзака, которые забиты рациями, зарядками для этих раций, всякими креплениями для этих раций, вообще без шуток. То есть, наверное, еще пару кайтовых рюкзаков раций просто было утоплено, продано, отдано кому-то и прочее, но вот у меня их дохера, там, на Филиппинах какие-то валяются, здесь, в Египте, я вот прям сильно заморачиваюсь, и я считаю, это офигенная штука. И, ну, не просто там каждый инструктор должен иметь по-хорошему рацию, учить с рацией, а, и вообще, ну, было бы здорово, чтобы на кайт-спотах, ну, кайтеры пользовались. Прикольно, например, у парапланиристов, я вот там, ну, заценил, когда я летал, вот на всех популярных местах парапланированных, ну, на парапланированных спотах, есть, ну, там, одна частота для чрезвычайных случаев каких-то, ну, то есть, это частота спота. Ну, там, можно что-то сообщить или что-то важное спросить, и у всех летающих в этом месте рация, ну, настроена на эту частоту, плюс, ну, можно частоту своей группы, например, на втором канале, быть, ты между собой, ну, короче, это реально было бы здорово, если бы, вот, в самых дерзких мечтах был бы такой прибор у каждого кайтера, ну, типа, там, на шею повесил, он тебе и музыку играет, пока ты катаешься, и можно переговариваться, ну, просто там, едет твой товарищ, круто, ну, кайт-лук, ты ему там, эй, Васек, это было офигенно круто, и он тебе такой, ай-е-е, бро, это было супер, ты видел, какой порыв пришел, жесть, 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 ну, как бы вот так. Да, и у меня прям двое товарищей, ну, там, вот, две отдельные группировки лиц занимались, на самом деле, по отдельности этим проектом, вот, что-то типа такого пытались сделать, и вот, одна команда потратила уйму денег, уйму времени, там, с китайскими производителями, они там, ну, по-всякому пытались сделать, ну, не сделали, блин, было очень обидно, потому что, вот, я мечтаю, такой штуки, то есть. Слушай, Андрюш, ну, там же, знаешь, как, сейчас, по-моему, новые разработки или последние версии BB Tolkien есть. Ну, да, нет, ну, слушай, BB Tolkien это одна из реально, это самый удачный продукт, но у него есть очень жесткие ограничения. Есть, согласен, но есть также, допустим, мотоциклетные гранитуры. И то же самое. Вот что-то похожее. Да, вот, ну, они тоже этим пользуются. И там то же самое, что и у нас. Те штуки, которые работают на Bluetooth, там не больше, ну, типа, не больше шести пользователей, это все супер нестабильно, это все равно, ну, там, радиус действия очень ограничен, очень зависит от целого ряда. Ну, понятно, понятно. Ну, нельзя вот так, понял? Рацию ты такой, шпоньк включил и такой, йоу, гайс, тебя сразу 100 человек услышали. Ну, ничего не надо делать. Вот у кого включена рация, тот тебя сразу услышал. Слушай, а какими ты маленькими рациями пользуешься? Я дошел самую идеальную рацию на текущий момент, это просто полный пост, на себя протащим. Короче, смотри. Это очередное произведение китайских друзей, и эта штука стоит 12,5 долларов, чтобы ты понимал. Там 2,5 ватта мощности, ну, условно, там меньше, ну, как бы, ну, радиус действия офигенный, она очень громкая. И штука в том, что у нее, наконец, вот эта кнопка спереди, то есть одна кнопка сбоку, и ученикам ее очень неудобно нажимать в аквапаке. Ну, вот мало кто с этим справляется. А спереди, в общем-то, легко. Если даже повесить ее на шлем вот так человеку, то он тебе может ответить. И, в общем-то, ну, там не самая важная функция обратная связь, но мне нравится. И, ну, вот эта очень крутая, мне прям офигеть. Тут, типа, блин, за, там, чуть больше 10 долларов за штуку их можно просто мешок купить. Ну, утонуло и утонуло, знаешь. Слушай, а что за модель? Ну, вот это называется Sokotran. Видишь, я не знаю, тут зеркальное. Видно, видно. Я видел точно такие же, под разными брендами. Ну, вот, можешь посмотреть. Но я потом могу кинуть на Алике, они продаются там в большом количестве. Прикольные. И хорошо держит батарею. Да. Ну, одна из лучших. У нее тут достаточно объемная батарейка. Ну, для этого класса раций, там, нормально, что две тысячи. Но все равно с Аквапаком, да, не воду непроницаемую? Ну, это, конечно. Ну, за 10 долларов. То есть водонепроницаемую, и видишь, в этом и беда, что те, которые водонепроницаемые, не кайтовые, они вот такого размера. Это огромный кирпич. Она, ну, короче, она тяжелая, она дорогая. Там куча, куча ограничений. Есть китайский производитель прикольный. Там чувак реально на коленке в гараже сделал половину меньше этой рацию специально для водных видов спорт. Она реально прикольная. Она через Bluetooth программируется. У нее там свое приложение, есть телефон. Все у нее круто, но она очень слабая, там, пол-ватта мощности, из-за того, что, ну, без лицензии ты можешь только пол-ваттную рацию использовать. Ну, по миру. Вот. И он вот их сделал. Ну, короче, оказалось, что в практике невозможно ей пользоваться. Все вроде бы круто, но вот. И косяк в чем? Ну, даже если она водозащищенная, чтобы на ветру разговаривать, все равно нужно в агубок засунуть, иначе микрофон постоянно задувает ветром. Ну, как бы смысл теряется. Андрей, у меня вопрос по поводу кайтфишек. Вот я смотрю тебя, знаешь, прям находка прям. Ты очень все круто объясняешь. Как бы тебе сразу хочу сказать спасибо за такие ценнейшие видео. И, собственно, хотелось бы еще увидеть, ну, что-то вроде прогресса по трюкам. То есть, там, от простого к сложному. Да. Потому что я сейчас учусь только, как бы... И никакой там структуры нет, блин, к сожалению. Да, и хотелось бы то, что вот, например, прыжки, это там простое, это там в самом начале учить. А потом, как бы, все по нарастающей, по нарастающей, подводящей упражнение. Потому что ты, когда что-то объясняешь, ты объясняешь... Ну, грубо говоря, я увидел просто тонну своих ошибок, когда у меня не получалось ездить, а в твоих объяснениях потом. Ну, когда-нибудь у меня будет время, я сяду и там, типа, разложу вот это, знаешь, по полочкам. Но, да, пока, блин, не получалось. То есть, знаешь, у меня... Ну, вот, я стараюсь какую-то новую тему, когда придумать. Я стараюсь какую-то самую-самую актуальную, и мне самую интересную на данный момент, ну, чтобы... ну, чтобы и мне... Друзья, не могу я вот постепенно. Мне становится неинтересно. Техникам... Ну, хотя бы списком. Ну, если что, найдем на других... Не, не, я вот, знаешь, я как думал, может, ну, когда их станет много, я их потом как-то по разделам, например, разобью или как-то... Вот, ну, там, плейлист, например, там, ты открываешь, и у тебя от простого к сложному по роликам... Ну, пока у меня, вот, знаешь, что-то отсюда, что-то отсюда, что-то отсюда, и вот есть незаполненные, да, какие-то есть, да, к сожалению, они пока разорваны. И очень мало пока. Ну, я постепенно-постепенно постараюсь. Блин. Ждем, ждем, собственно. Да, спасибо, я потихонечку буду. Андрей, какие новые задумки в кайтфишек? Что планируешь снять? Ну, вот, смотри, самое актуальное – это прыжки с переводом кайта, ну, как бы, там, топовый уровень, когда уже совсем высоко прыгаешь. Это, вот, я потихоньку там допиливаю. Плюс сейчас хочу быстренько про рации снять, но мне кажется, ну, это все равно вот супер-супер будет полезно. Контроль скорости. Контроль скорости. Я прям хочу отдельный ролик сделать, да. Контроль скорости. И я очень обещал ребятам из iRush снять про новый юнион, и, ну, в общем-то, там уже все снято, просто надо сесть, собрать, все красиво. Вот тот кайт, на котором я сейчас катаюсь, новый. Да, Андрюш, а если будешь доснимать для iRush? Знаешь, как, вот я потерялся, наверное, года два назад, когда они сделали «Литиум начинающий», «Литиум прогрессион», «Литиум прогрессион», еще что-то, вот в этих названиях. И, как обычно, то есть, кроме, там, иностранных видео и таких общих планов, у нас больше ничего нет. Только ты делаешь про iRush. Ау, Серега появился. Привет, Сережа. Слушай, я с вами уже почти два часа просто, я секрет. Нет, я знаю. Просто Андрей у нас, по-моему, выскочил из конференции. Сейчас, подождем. То есть, он сегодня долго настраивался. И, возможно, может быть, даже на модем деньги закончились. Так, ну что, полезная информация? Есть вопросы еще какие-то? Кто без видео микрофона можете включать, писать в чате. В каком качестве лучше выходят видео? Потому что, если записывать в 4K ролики, то, в принципе, очень сложно работать с таким видео. И не вся техника еще на нее приспособлена. Я снимаю в 1080. И, в принципе, мне этого, я вижу, что хватает. Да я думаю, что всем хватает в 1080. Потому что в YouTube 4K, а потом при переездах, салют. Как бы даже все, как кинематографы, ютуберы и так далее, говорят, что нет смысла пока выкладывать в 4K. Это там только супер видео. Да ты замучаешься его монтировать. Если делать какой-нибудь, допустим, как Андрей делает обзор, отснять одно, второе, третье. Где-то там жесткий диск будет только на... Как правильно сказать? Да, да. Самое простое, это, в принципе, через таблет. Потому что, если, допустим, раньше ты делал, когда я работал с таким видео, очень многое занимает. Чтобы пока превратить в ашот очень много времени. Таблет, планшет, самое, мне так кажется, удобное и простое. Потому что сейчас есть программы, которые на планшете можно делать все гораздо быстрее и очень быстро. Ну, это значит, Влад, у кого как заточены руки, да? Кто на чем умеет. Потому что я, допустим, первое там свое видео делал просто... Magic Video Deluxe мне понравилось. Приложение. Ты туда снял, накидал и через 10 минут получил готовый ролик. То есть, смотря для чего, когда ты пишешь интервью, когда у тебя там постановочные... Вот последнее видео Андрея, что он был, когда он рассказывал. Тоже? Поэтому тут свои нюансы. Это уже как видеопродакшн. А у нас здесь прокайтинг больше. Ну, да. Слушай, а где вы в Испании катаетесь? Мы... Я в Каталунии. У нас есть шикарнейший спот Дельта Дальтебре. У нас... Вот мы уже... У нас карантин сейчас... Уже, может быть, ослаб. Мы уже две недели катаемся. В принципе, у нас... Вот сейчас такой весной и осенью хороший сезон. Почему? Потому что с утра у нас ветер с севера. Он довольно-таки такой сильный. Там по 30 узлов. Порывистый. А после обеда мы переезжаем на другой спот. И ветер возвращается. И уже он более такой... Это термик. Я не знаю, как правильно сказать. Он более устойчивый. Там 18 узлов. И он до самой ночи. Практически, получается, можно как с 6 утра начать. И до 12 ночи кататься. Ну, это не всегда, конечно, бывает. Но в неделю там 2-3 раза вот попадает. Очень неплохо. У нас дует довольно-таки неплохо.